ребята всем привет сегодня люди обратились с автомобилем рено колеус два с половиной литра мотор вот у них идут пропуски множественное зажигание официальный дилер приговорил им блок управления двигателем то есть люди новый блок соответственно стоит очень дорого люди купили блок с разборки вот у нас сегодня стоит задача нужно склонировать блок с разборки чтобы заводила машину они привезли блок точно такой же абсолютно цифру в цифру вот блок у нас фирмах hitachi мэг 121-360 вот такой блок ниссанские блоки можно вычитывать на столе без проблем а вот именно автомобиль рено этот блок на столе не читается диагностическим методом поскольку он спрашивает не видит ответ иммобилайзера от автомобиля и соответственно не дает доступа для работы с этим блоком чтобы нам точно сделать из него полный клон нам нужно получить полный флэш и содержимое ипром то есть блок любом вскрывать и будем работать загрузчиком пиосине то есть это подключение под же так интерфейсу план погнали все будет интересно так ребят скрываем блок то есть я уже предварительно вскрыл блок скрывается довольно тяжело то есть надо очень сильно нагревать герметик потому что приклеен очень-очень сильно так вот скрыл блок соответственно нужно полностью плата вот и сейчас будем подключать интерфейсный кабель вот самой пиосине так многие там в комментах пишут что я только лтышкой пользуюсь пожалуйста у нас есть и флюкс плюксы вообще кучу всяких разных плюсов вот и вот он есть у нас плюс ну как бы я говорю для этих задач то есть вполне достаточно обычно лтышки тот флюс я использую когда какие-нибудь или богачи по надо паять потому что он без отмывочный там потому что не очень удобно потом все делал умывать вот так залудим контактной площадочки чтобы поудобнее все это дело припаивалась так тут залудили и соответственно начинаем у нас интерфейс пиосины надо подключить вот эти кучу проводов будем сейчас подпаивать и и вот это вот 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 так ребята выбираем автомобиль выбираем у нас samsung надо выбрать sm5 блок hitachi вот у нас внизу плагин simmons рено процессор ренесас sh7058 и контрольный сумма рено выбираем этот блок выбираем чтение на рабочем создали создаем новую папку не лучше не на рабочеством лучше сохраним на диск d папка за кули ос нет русскими на кули колес сохраняем вот подается питание на блока и пошло чтение соответственно у нас блок так вот там все припаяно вот он джетах кабель он с двух сторон платы все 20 проводов практически используется с той стороны только питание чтобы склонировать реновский блок вот еще раз повторюсь еще все тело движения то есть как бы у них во flash прошивки содержатся индивидуальные данные по имбелайзеру соответственно блок вне машины не дает себя читать диагностическим методом то есть вот он на столе загрузчиками разными если брать не ничего вас не получится то есть нужно обязательно подключаться поджетах интерфейс то есть и переливать полностью содержимое процессора тогда тут уже как бы без разницы все эти ну проверки то есть как бы тут мы напрямую работаем с железом без всяких там программных ухищрений это заводской отладочный интерфейс как раз который использует песене так считано успешно нашу папку вот он у нас файл колеус размер файла 1024 килобайта один мегабайт сейчас мы сравним его с файлом который мы вычти из автомобиля непосредственно и у нас соответственно очень много информации тут вот как раз содержится уникальные данные по автомобилю и соответственно то есть как бы и ему дата чтобы нам соответственно склонировать нам нужно записать берем открыть вот сейчас пиосини у нас подсчитывает контрольные суммы это же пиосини чтобы записать нам нужно произвести еще доработки блока так ребят сделали доработку и и теперь записываем пошла запись уже родной родной прошивки которая была изначально вычитана из блока который стоял на автомобиле флеш уже с уникальными данными по автомобилю сейчас будет записано непосредственно в процессор ну еще потом перенесем содержимое пром и все блок полностью склонирован можно ставить на автомобиль и то и и и и все ребят запись выполнена был успешно записался теперь можно все отпаивать и переносите пром так все спаиваем все наши подключения и осени нам больше не понадобится прошивку мы не увлели теперь она уже если счет какие-то дальше править прошивки тюнинг там евро 2 сделка без вопросов на машине будет прошиваться сколько им а дата перенесена все провода отпаиваем в житах интерфейс нам больше не нужен так все нет мы отпаяли хроматор нам соответственно больше не нужен так что за собой немножко припой соберем так чуть-чуть туда вкусы лишнюю пылочку так с этой стороны припой все берем платную палочку чуть-чуть дегридера и очищаем контактной площадке за собой процессор еще раз 64 f 70 58 вот так . то что мы что-то не задевали зачистим от припоя так вот и и вот и и так в принципе все и пром сейчас перенесем я думаю так так ребят теперь нам нужно перенести родной ипром в эту микросхему залить микросхема памяти тут стоит 95 320 нам нужно ее впаять под руками у меня у по юсби моя валялась все будем е делать опять же там в комментах писали раз учет все растекается плюс еще не растекает все отлично появится микросхем соответственно тоже вот она впаивать ее можно все она уже сама села за счет сил поверхности натяжения но так в паяли теперь нам нужно нам нужно начать запись экрана так запись пошла нам нужно программаторы нашу по юсби так выбираем нашу микросхему памяти у нас спи флэш 90 95 320 это у нас спи флэш вставляем в панельку и двадцать и спи вставили в нашу пол проверяем что микросхема нормально все подключено вольтметр подаем питание все нормально так то есть вычитываем вот она у нас сахара делаем обязательно сравнить все success верифай то есть все полностью корректно считалось сохраняем наш дамп давайте сюда же это донорского блока донор так коли ос донор сохраняем и больше у нас не интересует нас теперь интересует рабочий стол новая папка 6 и вот у нас родной блок и опять же выбираем наш спи 95 320 и жмем записать так вот галочку снимаем и пишем полностью записать вот он сейчас перезаписывает полностью микросхему памяти соответственно тоже все данные по автомобилю то есть помимо флеш в процессоре нам еще нужно склонировать и пром вот он вот он так все записалось теперь нажимаем еще раз сравнить убеждаемся что корректно все записалось проверили все verify success девайс отличие нет все программатор нам больше не потребуется так все запрограммировали теперь нам нужно назад запаять эту микросхему на свое место берем наш фен берем нашу микросхемку и соответственно наливать сняли ставим ее может чуть-чуть так пинцетом подправила она сама выравнивается по контактам какие надо прижимаем припой застыл все пен нам больше не нужно выключаем и как всегда и меняет уже как бы автоматически я всегда делаю прохожусь по контактам паяльником потому что вдруг какой не пропали еще что потом не гадать 1 1 1 1 занимает это несколько секунд но может избавить от кучи головной воли все соответственно мы все запаялись и сделали так ребят все выполнили клонирование блока хитачи мэк 121 360 от автомобиля рено колеус 2010 года выпуска два с половиной литра мотор вот то есть осталось поставить на автомобиль и будем проверять вот как приедет автомобиль обязательно досниму продолжение так ребят вот машина подъехал но донорский складированный блок вот родной давай заводи так все вода на родном блоке все работает завелась все глушать сейчас менять блок поснимаешь просто держи вот отсоединили родной блок снимаем его в сторонку ставим донорский который спланировали проверяем полностью спланированным два блока управления полностью идентичны друг другу то есть можно запасной возить с собой если что на крайне кому-то в городе рязани понадобятся такие услуги можете обращаться все контакты под видео в описании ну и если был полезен контент подписываемся на канал всем пока